Автодром.Инфо Из официальных источников, так и опросы автолюбителей. Спонсор программы – компания «Автопартнер», которая является официальным дистрибьютором крупнейшего российского производителя «Газпромнефть» смазочные материалы, производящие моторное масло европейского уровня G-Energy. Начнем, пожалуй, с позитивных новостей и новинок наступившего года. Наконец, воплотилась в жизнь мечта всех автолюбителей отечественного автопрома. На рынок вышла новая модель автоваза «Лада Веста». Презентация данного автомобиля собрала немало народу, которому было любопытно посмотреть на новшества. Ну и, конечно, нашлись те, кто успел первым приобрести себе новенькое авто. А на подходе еще одна новинка «Лада Икс Рей». Мы решили посчитать, во сколько обойдется стоимость одного километра эксплуатации «Лады Веста». Возьмем минимальную стоимость авто – 514 тысяч рублей. Вычислим среднестатистическая «Каска» 29800 и «Осага» 8400 для водителя старше 25 лет и стажем не менее 3 года. Добавим потерю товарной стоимости за год – 46 тысяч и затраты на бензин при среднегодовом пробеге – 15 тысяч километров. И это еще 54 тысячи рублей. В итоге сумму поделим на пробег и получаем заветную цифру – 9 рублей 21 копейка. И это без стоимости ТО и прочих затратах. Весьма приятный показатель. А теперь к официальной статистике. В связи со сложившимися погодными условиями не обошлось и без роста числа ДТП. По сводкам ГИБДД на дорогах города и области за период с 15 по 30 января произошло 1956 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 120 человек. Из них 116 получили травмы и четверо погибли. Остальные аварии обошлись лишь материальным ущербом. И эти цифры немного выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так что всем водителям в зимнее время рекомендовано соблюдать повышенную осторожность. А теперь информация по дорожному трафику в нашем городе. Как известно, самые загруженные магистрали в мегаполюсе – это проспект Победы, улица Терешковых, улица Монтажниковой и Шевченко. По уже сложившейся статистике, эти улицы в утренние часы, примерно до 9.00, стоят по направлению в центр, а вечером с 17 до 19 в обратном направлении в Степной. Вечернюю пробку на проспекте Победы можно объехать по улице Самолетной, далее на Томилинскую или Шевченко. А затор на последней улице можно обойти по улице Абдрашитова. В обход Терешковый, к сожалению, не проедешь, так как параллельная Пролетарская к этому времени тоже забита транспортом. А теперь актуальная информация об акциях, которые действуют в автосалонах города. Мазда предлагает автомобили прошлого года в кредит под 0%. Lexus запустил в действие новую программу помощи на дорогах. Автомобили Ford можно выгодно обновить под низкую процентную ставку, а немецкий народный проходимец Volkswagen Touareg стал выгоднее на 475 тысяч рублей. Китайские кроссоверы Cherry еще можно купить в кредит от 600 тысяч рублей, а красавец Range Rover приобрести на праздничных условиях. Вся эта информация не только доступна во всемирной паутине и на официальных сайтах. Вот и все новости на сегодня. А что произойдет за следующие две недели, вам с радостью расскажет наш Автодром-Имфо. Помните, ваша машина достойного лучшего. Побалуйте свой автомобиль качественным моторным маслом. Сама пользуюсь и вам советую. С вами была Татьяна Канищева. Удачи вам на дорогах и берегите себя.